Книга Санлайта «Энергия изобилия. Психотехники, медитации и реализации. Практическое руководство». Книга Санлайта «Энергия изобилия. В древности великие посвященные разработали их эффективные психотехники, учитывающие единство человека и Вселенной, макрокосмоса и микрокосмоса. И помогающие обрести гармонию с миром, процветанием и самореализацией. Они также создавали мощные психогенераторы для привлечения и удержания энергии изобилия. Это и храм Соломона, египетские, китайские, индийские пирамиды, велические алтари и другие большие и маленькие творения, которые современными обывателями воспринимаются как бессмысленные архитектурные эксперименты древних. В Библии и ведах позороастрийских текстах вы найдете подробнейшее описание ковчега, лотарей, храмов, как их воздвигали и украшали золотом, как и когда с ними следует работать. С помощью их жрецы, проводящие теоретические церемонии, могли влиять на судьбу народов, воздействовать на различные пласты коллективного сознания, предвидеть будущее и даже вызывать необходимые природные явления. Золото и драгоценные камни ценились за то, что могли сконцентрировать в себе энергию, хранить информацию и силу в течение многих тысячелетий, а также защищать от психических нападений и вредных влияний на генетический механизм человека. Мэнли П. Холл отмечает, что посвященные мудрецы считали золото валютой Солнечной системы, ибо оно является материализацией солнечных излучений. В египетских и эллипсинских мистериях золото рассматривалось как кристаллизованный солнечный свет. Оно просветляет разум, освобождает душу, дает власть над ангелами и духами. Поэтому золото в древнейших времен было причиной борьбы деструктивных сил силами света. Жрецы древности, прозревшие законы тонкого мира, старались окружить умершего человека как можно большим количеством золотых украшений, ибо в золоте сосредоточена сила, помогающая душе быстро пройти адские состояния и обрести благоприятные перевоплощения или освобождения. За последние столетия было обнаружено много захоронений, где погребенного окружали драгоценными украшениями и богатством, ставшими предметами вжделения как ученых, археологов, так и расхитителей грамм. Но не следует забывать, что эти богатства принадлежат мертвым. Они помогли им и душам возвыситься, но если сила богатства иссякла, то они забирают силы живых. Золото способно накапливать и проявлять особую субстанцию, благодаря которой совершенствуются сознание, воля и память. Золото приносит удачу, продлевает жизнь и избавляет от болезней. Отрывок из книги «Энергей за обилие санлайта» читала Татьяна Салмановна Мактум Сайфудин. Салмановна Мактум Сайфудин.